Вопрос сохранения регионального архитектурного наследия стал главным в повестке первого форума «Архитектурное наследие Ульяновской области. Сохранение, изучение, развитие». Его инициаторами и участниками стали представители Союза архитекторов России, Общество охраны памятников истории и культуры, Музей заповедника Родина Ленина, Института истории и культуры Ульяновской области. Объекты культурного наследия – это не просто центры или точки воспитания, формирование новых смыслов, в конце концов того, что мы называем патриотизмом. Это пункты, точки памяти. И это при умелом подходе начало для успешных экономических проектов. Форум проходил в Музее Симбирская классическая гимназия на территории Музея заповедника Родина Ленина, одного из организаторов мероприятия, которые, как никто, заинтересованы в сохранении исторических зданий. В мемориальном квартале существуют три формы собственности – федеральная, муниципальная и частная. Как сказала директор Музея заповедника Родина Ленина Ирина Котова, все собственники живут мирно. Но проблема все-таки есть. Люди, живущие в нашем квартале, они имеют обременение, они должны соблюдать определенные правила. Но я хочу заметить, что в большинстве случаев это люди, которые ценят это место. И, к счастью, больших проблем у нас не возникает. Хотя пластиковые окна и сайдинг – это материалы, которые мы просим жителей все-таки не использовать. И проблема в основном связана с этим. Участники форума обсуждали вопросы не только связанные с сохранением объектов культурного наследия 18-19 веков, но и построек советского периода. Чуть более 50 лет назад, к столетию Ленина, были построены уникальные объекты советского модернизма. Один из них – Ленинский мемориал, который числится как памятник архитектуры федерального значения. Реконструкция была начата в 2019 году. По срокам, по контрактам работы еще идут. Сейчас заключается новый контракт на внутренние работы. Экспозиция будет прежней в том смысле, что это будет тот же хронологический период, тот же герой экспозиции. Будет изменена форма подачи. Кроме Ленинского мемориала, к объектам советского модернизма относятся педагогический университет, гостиница «Венец» и «Советская», Центральная детская библиотека имени Аксакова, Дворец творчества детей и молодежи «ЦУМ». Они строились по проектам самых лучших в стране советских архитекторов. Многие из этих зданий получили государственные премии как лучшие объекты. Это были признанные шедевры архитектуры. Но ни один из них на охране, как памятнике культуры, архитектуры и истории, не стоят. Что с ними будет, неизвестно. «ЦУМ» – объект интересный, спорный. Вот как раз по нему были предложения поставить его на охрану, но продолжение это не имело. Но я знаю, приезжают гости города, многие ведущие, даже европейские архитекторы, московские, они именно его выделяют как один из интереснейших объектов в нашем городе. Не мемориал, не другие объекты, а ЦУМ. Но тем не менее, вы видите, в каком он состоянии находится, он завешен рекламой. Как считают участники форума, будущее архитектурных шедевров зависит не только от архитекторов, историков, краеведов, но и жителей. Именно общественность вместе с экспертами должны решить, представляют эти объекты ценность или нет. Чтобы поставить здание на охрану, достаточно подать заявление в управление по охране объектов культурного наследия и приложить необходимые документы. Только поставив здание под охрану, мы имеем шанс сохранить его для потомков, для истории. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Управда ТВ.